Музыка Такого количества предателей в одном месте Москва уже давно не видела. Толпа фанатов, которым безразличные политические взгляды своих кумиров собрались на площадке, где планировался концерт Земфира в Москве еще за несколько часов до его начала. Им абсолютно безразлично, что певица публично поддерживает кровавый киевский режим, что признается в жизни в России исключительно из-за денег. Им вообще на все наплевать. Им бы отменили санкции и везли заморские продукты. Видимо, кушать станет приятнее. А еще удовольствием доставляет прослушанную музыку, ставшей символом Майдана и последовавшей за ним гражданской войны на Украине. Они совершенно не задумываются о том, что деньги, заплаченные за билеты, пойдут на спонсирование карательной операции на Донбассе. Некоторые из них говорят, что Земфира молодец. Земфир молодец. Хорошо, что поддерживает украинское население. Некоторые посылают журналистов куда подальше. А вы знаете, что Земфир на одном из своих концертов растянул украинский флаг? Знаем. Как вы к этому относитесь? Замечательно. Прохожие, наблюдающие за всем этим со стороны, не вскрывают своего возмущения. Потому что ей вообще гнать надо. Это редкостная тварь. Накануне певица всем показала свою политическую позицию. На концерте в Тбилиси она приняла из толпы украинский флаг, ставший символом геноцида населения юго-востока страны, и повязала его на микрофон. Но некоторые патриоты все же допускали, что рок-исполнительница стала жертвой провокации. На мой взгляд, Сюфира стала жертвой провокации. Кто-то ей протянул украинский флаг, она его взяла. Что это такое? Это человеческая новость. И активисты НОССИ уже хотели дать шанс певице оправдаться, и попытались передать ей на этом концерте флаг Новороссии. Однако из толпы выбежали несколько гарных хлопцев и порвали не только флаг, но и одежду на активистке НОДА Марии Катасоновой, которая, собственно говоря, и держала в руках полотнище. Мария, я знаю, что вот это была та одежда, в которую вы пришли на фестиваль. Я сейчас просто не в своей одежде. Во что она превратилась, вот покажите и расскажите, каким образом молодые крепкие ребята, вот как только это в голову могло им прийти, вот на что сейчас похожа ваша одежда? Ну вот мы сами не ожидали, на самом деле, такой реакции. Мы сначала думали, что это действительно просто фанаты певицы, но во время того, как они стаскивали, как они просто там цеплялись за ноги, ударяли, пытались уронить на землю, причем желательно головой на землю, почему-то сзади начали появляться украинские флаги. То есть акция была достаточно спланированной, на мой взгляд. У них была какая-то символика, возможно, они что-то говорили, тоже были какие-то призывы или что-то подобное? Ну, символики были украинские флаги, были похожи очень на украинские веночки, я не знаю, к этому одно относилось или нет, ну, естественно, были призывы как бы нас убить, покалечить, и очень многие я не могу просто сказать в эфире. Девушка еле унесла ноги с площадки, где скопились фанатики. На сей раз наказание за хулиганство и угрозы, похоже, никто не понесет. Но если это будет продолжаться и в дальнейшем, то певице, скорее всего, придется учить слова уже совсем других музыкальных произведений. Какая осень в лагерях Кидает листья на запретку А я кричу, кричу шнырям Пускай лежат еще недельку